Господи Божий мой, на тяну повад, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня во вторник за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 21, стихи с 12 по 19. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Речи Господь своим учеником, внемлите от человек, возложат на вы руки своя и ижденут, предающие на солмище и темницы, ведомы к царям и владыкам имени моего ради. Прилучиться же вам во свидетельство. Положите оба на сердцах ваших, не прежде получатесе отвечавати, а с бодам вам уста и премудрость, ей же не возмогут противиться или отвечать всепротивляющиеся вам. Предани же будете и родители, и братью, и родом, и други, и умертвят от вас. И будете ненавидимы от всех имени моего ради, и власть главы вашей не погибнет. В терпении вашем стяжите душа ваша. Прочитаем вместе этот текст в синодальном переводе. Сказал Господь своим ученикам, «Внимайте людям, возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоге и в темнице, и поведут пред царей и правителей за имя мое. Будет же это вам для свидетельства». Итак, положите себе на сердце, не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят. «И будете ненавидимы всеми за имя мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши». В строках сегодняшнего евангельского чтения евангелист Лука передает слова Спасителя, повествующие о бедствиях, которые постигнут его учеников перед разрушением Иерусалима. «Известно, что апостолов, отправившихся проповедовать во все страны известного тогда мира, всюду с особой ненавистью встречали евреи. По их доносам на апостолов воздвигли гонения и язычники. Игнали, били, побивали камнями, предавали суду царей и правителей, заключали в темнице, распинали, убивали. Но, воодушевляя учеников, переносить все испытания и продолжать свой труд, вот Господь говорит, «Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоге и темнице, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства». Будучи открыто гонимыми, ученики, конечно, не смогут остаться незамеченными. Их поведут к царям и правителям, и это даст им возможность проповедовать о Христе. «Страдание же учеников и ненависть к ним со стороны самых недостойных людей будет свидетельствовать о достоинстве последователей Христа, а мужество их перед лицом смерти будет проповедью о том, что они хранимы божественной силой. Бог будет стоять рядом с ними, укрепляя их и просвещая светом истины». «Когда же учеников ввели на допрос, они уже не обдумывали своих ответов, потому как следовали завету Христа. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить и не противостоять все противящиеся вам». Блаженный Феофилак замечает, «Поскольку же они были люди простые и не ученые, то чтобы они не смущались тем, что от них будут требовать отчета мужи мудрые, говорит, чтобы они об этом нисколько не заботились, ибо вы от меня получите вместе премудрость и благоречивость. Так что все противящиеся, хотя бы соединились заодно, не возмогут противостоять вам ни по мудрости, то есть силе мыслей, ни по красноречию и ни по грешительности языка». Таким образом, Господь призывает не полагаться на свой ум и красноречие, и ничего не страшиться. Тот, кто посвящает свою жизнь делу Христову, может всецело рассчитывать на Господа. Господь даст им силу говорить о Нем и о своей вере в Него. И действительно, ученики знали, что за них будет говорить Святой Дух, и своими мудрыми ответами поражали судей и истязателей. Гонением подвергались не только апостолы, но и вообще все христиане. Однако, несмотря на свирепость этих гонений, проповедь апостолов проникала всюду, и в самом Риме было множество семейств, некоторые члены которых были тайными христианами. Когда же христианская вера была объявлена вне закона, а христиане, подлежащими истреблению, тот в таких религиозно смешанных семьях началась страшная вражда. Правительство требовало, чтобы на христиан доносили, чтобы выдавали их властям для казни. И тогда брат доносил на брата, отец на детей, дети на родителей. Ненависть и предательство господствовали. Любовь была забыта и изгнана. И даже само слово «христианин» стало ненавистным для язычников. Но Господь, желая показать, что Он будет охранять учеников, оберегать их жизнь, необходимую для проповеди Евангелия, замечает, «но и волос с головы вашей не пропадет, терпением вашим спасайте души ваши». Александр Павлович Лопухин отмечает, что речь здесь идет о сохранении учеников в духовном отношении. Ничто из вышесказанного не послужит к ущербу вам в деле вашего спасения. К этому толкованию подходит и смысл стиха, где речь идет несомненно о том, что через терпение в страданиях ученики Христовы сохранят себя для вечной истинной жизни. Наконец, можно бы понимать это место и так, что если апостолы будут терпеть несчастье, мучения, то только там, где на это будет соизволение Божие. Слова эти, дорогие братья и сестры, мы должны держать в своих сердцах, поскольку терпение – есть самое важное добродетель, которую мы должны стяжать в своей жизни. И только так мы можем спасти свою душу. Помогай нам в этом, Господь! Господи, Божий мой, на тебя уповад, спаси имя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok